Семья с тремя детьми разбилась в ДТП на дороге Ростов-Ставрополь. Авария случилась в 18-20 четверга на 153-м километре. Виновником ее, под предварительным данным, стал 30-летний глава семейства. Он выехал навстречу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом. В легковушке погибли все. Водитель, его 32-летняя жена и дочки в 80 лет скончались на месте, а 14-летняя дочь в больнице. В результате ДТП погибло 5 человек. Трое из них несовершеннолетние. Обращаясь ко всем участникам дорожного движения, в собрании правил дорожного движения, берегите свою жизнь и жителям и их участникам дорожного движения. Жителям Гераневой улицы Ростова не хватает воды и на личном приеме главы администрации они попросили проложить водовод от переулка Адуванчикова до улицы Алябьева. Власти отвечают, деньги на это уже предусмотрели. Там была непростая документация, почти экспертизу. Уже в этом году в декабре даже депутаты выявили деньги на строительство самого водопровода. Стоимость почти 9 миллионов рублей и там труба диаметром 1100 миллиметров. Но вот у меня по всем документам до конца 2024 года должны водопровод уже вам проезти. То есть с вероятностью 99%, 1% всегда оставляем, не дай бог что-то с подрядчиком, но в целом в следующий год точно встречаются с новым водопроводом. Председатель совета отцов 67-й школы пожаловался, что к школе трудно подъехать и припарковаться. На Володарского от Литвинова до Кулагина большой поток транспорта. И несмотря на то, что на данный момент установлены знаки, которые ограничивают парковку по одной из сторон 2-й Володарской, но все-таки ставят машины на две стороны. И вот в час пик, когда начинает работать школа, практически невозможно подъехать. Для разгрузки к лету там планируется ввести одностороннее движение в западном направлении и по 2-й Володарского, и по 1-й Володарского в Восточном. К весне отремонтируют разбитую грузовиками дорогу в нефтяном переулке от разъезда Западного до Таганрогской. Ее планировали сделать уже сейчас, но перенесли работы на более подходящую погоду. А еще по просьбе горожан на Мечниково обновят детскую площадку. Там появится игровой комплекс, качели, лавочки и урны. Средства уже выделены, и Алексей Лагвиненко поручил сдать работу ко дню защиты детей. Постепенно восстанавливается движение ростовского электротранспорта. После ремонта сети на улице 1-й Конной армии и Сельмаши сегодня пущены трамваи четверки, а 10-й маршрут продлен до конечной остановки Сельмаш. Отремонтированы контактные линии троллейбусов в направлении Северного и Сельмаша, и запущены маршруты номера 1, 5 и 6, а ремонт сетей в направлении Западного и Нашолохова продолжается круглосуточно. Новогоднее настроение для ростовчан и гостей города теперь создает и Ворошиловский мост. В четверг вечером на нем впервые зажгли гирлянды. Два километра желтого свечения и столько же холодного белого. Светиться Ворошиловский мост будет до 25 января. Футболь на Ростов сыграет в зимнем кубке РПЛ-2024 со 2 по 14 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Соперниками станут московский Спартак, казахстанский Кайрат и чемпион ОАЭ Шабаб Аль-Ахли. А еще зимой наш клуб проведет пять контрольных матчей. 23 января с клубом Первой лиги Родина, 17 февраля с Астаной из Казахстана, 21 февраля с Пари-Энен и 24 с Локомотивом. Пятый соперник уточняется. Самой слабой командой чемпионата университетом сыграл Ростов-Дон последний домашний матч этого года. Ирина Дибирова не ставила включать в состав многих лидеров. Отдыхали Сень, Моногарова, Кузнецова, Лагина. И все равно за весь первый тайм в Ростове гости смогли забросить всего шесть голов. Наши гонбалистки стартовали 3-0, а уже к 20-й минуте довели отрыв до плюс 10, 14-4. Сделала это Алина Кишко. Новичок из Беларуси осваивается в команде. В этот вечер она провела на площадке 27 минут, забросила 7 голов и была признана лучшим игроком. Я пыталась показать все, что я могу. Не всегда получалось, конечно, но думаю, для первого раза дома пойдет. Я первый раз, как новичок, делаю что-то в обороне, скажем так. А в нападении мне немножечко тяжелее сейчас дается. На перерыв девушки ушли при счете 22-6. Конечно, держать концентрацию в такой ситуации трудно. Праздничное настроение, хочешь не хочешь, расслабляет. Так что во втором тайме игра была практически равной, отрыв вырос совсем немного. Зато получили игровое время Гутова, забросившая три мяча, и даже 19-летняя левая крайня Казиханова, и у нее тоже трешка. На последних секундах точку вполне символично ставит лучший игрок Кишко. 40-19. Последний матч года у наших гонболисток в воскресенье в Майкопе.